Здравствуйте! Меня зовут Галина Серебрякова, я являюсь консультантом компании Кодерлайм. И сегодня хотела бы поговорить об управлении затратами расчета себестоимости в 1С-комплексной автоматизации. 1С-комплексная автоматизация позволяет отражать материальные, трудовые и финансовые затраты. 2. Оценка расходов в денежном выражении обеспечивает соизмеримое отражение потребления различных ресурсов по направлениям деятельности. Основные возможности программы – учет и распределение номенклатурных затрат, регистрация и распределение постатейных расходов, списание затрат на выпуски без заказов на производство, формирование активов и пассивов, расчет себестоимости выпуска продукции, учет прочих расходов и доходов и распределение расходов на финансовый результат. Программа позволяет регистрировать и распределять расходы, формирующие себестоимость выпускаемой продукции, стоимость оборотных активов, стоимость внеоборотных активов и финансовый результат, где объектами учета выступает направление деятельности организации. В зависимости от экономической трактовки в составе расходов предприятий выделяются следующие группы с разным порядком распределения. Это номенклатурные затраты, это постатейные расходы, и это формирование активов и пассивов. Давайте рассмотрим каждую из этих групп в программе. Все номенклатурные затраты характеризуются в учете как прямые производственные расходы и учитываются в подразделениях в составе незавершенного производства. Номенклатурные затраты формируются при отражении следующих операций. Это передача материалов в производство. Мы видим движение материалов со склада в производство. На 20-й счет у нас отнесены материалы. Возврат из производства. Поступление товаров и услуг. Передача товаров между организациями. Выпуск продукции. Выполнение работ. Для распределения номенклатурных затрат по правилам на выбор доступны различные варианты формирования баз распределения. В производстве есть правило распределения расходов. Откроем его. И здесь вы можете выбрать ту базу распределения, какая приемлема для вашей компании по учетной политике, по вашим правилам. Стоимость материалов, сумма оплаты труда, объем продукции, объем материалов и т.д. Распределение номенклатурных затрат выполняется при помощи документа «Распределение материалов и работ», использование которого позволяет проверить состав, сформированный по правилу базы распределения. В данном случае распределение у нас материалов идет по тому правилу, которое мы выберем. Постатейные затраты используются для учета расходов, которые распределяются только в суммовом выражении. Для отражения постатейных затрат используется единый механизм. Предусмотрены различные варианты распределения постатейных расходов, которые определяют экономический смысл использования, зарегистрированы по конкретной статье. на себестоимость товаров, на финансовый результат, на расходы будущих периодов, на производственные затраты, на внеоборотные активы. Мы можем это сделать как в регламентном учете, так и в управленческом учете для отдельного учета. Для каждого варианта распределения по статейных расходам предусмотрен свой порядок распределения. Давайте рассмотрим распределение на себестоимость товаров. Статья расходов с вариантом распределения на себестоимость позволяет увеличить стоимость материальных ценностей на сумму дополнительных расходов. Для распределения дополнительных расходов доступны правила распределения пропорционально одному из следующих показателей количеству, себестоимости, весу номенклатуры и объему номенклатуры. В данном случае у нас идет номенклатура ТЗР транспортно-заготовительные, и они должны войти обязательно в стоимость конкретного материала. Так вот, как мы их распределим, уже будет зависеть от того, как мы это выберем. Суммы затрат на материальные ценности вне процессов производства могут формироваться в развитии различных видов аналитик. Склад. Сумма затрат в данном случае формируется по выбранному правилу распределения на все позиции, находящиеся в конкретном месте хранения. Номенклатура. Эта сумма затрат увеличивает стоимость остатков конкретной номенклатурной позиции. Поступление товаров и услуг. Сумма затрат по выбранному правилу распределения увеличивает стоимость остатков номенклатуры, оприходованы по конкретным документам поступления товаров и услуг. Заказ поставщику на передачу, на перемещение, передачу между организациями, на перемещение, на сборку, как в предыдущем примере. Сумма затрат в данном случае увеличивает стоимость остатков номенклатуры, указанной в документах соответствующего типа. Предусмотрена возможность формирования производственных затрат, относимых на себестоимость выпускаемой продукции. В данном случае это вариант «Производственные затраты» – вариант распределения. «Еще разрешить редактирование», чтобы было удобно выбрать. В данном случае мы говорим, что отразить на производственные затраты. Сумма производственных затрат могут формироваться в разрезе различных видов аналитик, подразделения, прочие расходы, объекты эксплуатации. И распределение производственных затрат выполняется по настроенным правилам. Вот такие у нас замечательные правила. Те, которые мы уже показывали. Производственные затраты включаются в себестоимость выпускаемой продукции в соответствии с указанной статьей калькуляции. Статьи калькуляции используются при формировании себестоимости выпущенной продукции и определяют характер затрат, включаемых в себестоимость продукции. В статии калькуляции есть как предопределенные, так и созданные на усмотрение компании. Те, которыми они пользуются. Распределение расходов на финансовый результат по направлениям деятельности. Статьи расходов с вариантом распределения на финансовый результат обеспечивает принятие к учету общественных затрат экономическое или финансовое содержание, которых определяется правилом распределения расходов по направлениям деятельности. Настройка статей расходов с правилом распределения по направлениям деятельности осуществляется по следующим базам. Опять мы изменяем, чтобы можно было отредактировать. В данном случае мы говорим, что это списательно-финансовый результат. Распределение правила – опять же, это то, что мы создаем сами. И вот база распределения в данном случае у нас будет выручка от продаж, себестоимость от продаж, валовая прибыль и прямые производственные затраты. Сумма затрат по направлениям деятельности могут формироваться в разрезе различных видов аналитик. Например, подразделения – это затраты, которые связаны будут с конкретным подразделением. Направление деятельности – это непосредственное влияние на финансовый результат по выделенному направлению деятельности. Часто спрашивают, а возможно ли такое в комплексной. Да, возможно. Пожалуйста. Выбираете направление деятельности, и у вас распределяется все по направлениям. Претензии клиентов. Вы можете эти расходы отнести на претензии. Оценка стоимости устранения полученных претензий. Заказ клиента. Формирование полной стоимости по заказу. Объект эксплуатации. Это контроль расходов, обеспечивающих использование содержания ремонт, оборудований, зданий. Предусмотрена возможность одновременного выбора вида аналитики и правила распределения, что позволяет задать двухмерный аналитический разрез. Например, в статье расходов указать вид аналитики претензия клиента, а способ распределения – на гарантийный ремонт. Это позволит сформировать общий стоимость затрат на выполнение гарантийного ремонта с детализацией по себестоимости устранения всех поступивших претензий. Распределение расходов по направлениям деятельности осуществляется документом распределения расходов. Распределение расходов по направлениям деятельности осуществляется документом распределения расходов. Выбираем правила. Выбираем доли. Выбираем статьи. Точно так же можем изменить состав дополнительных, вывести отчеты и т.д. По статьям расходов с вариантом распределения отнести к расходам будущих периодов учитываются затраты, включение которых в состав себестоимости отсрочено во времени. Давайте откроем этот документ. Для статей расходов, относимых к РБП, определяются виды аналитики. Но в данном случае они носят второстепенный характер, указывая только на место возникновения. А распределение расходов, отраженных на статьях, выполняется по настроенным правилам. Здесь мы можем выбрать их. Опять же, создаются они пользователем. И если мы посмотрим внутри ее, то распределение идет либо по месяцам, либо календарным дням на какое количество, начиная с какой даты, то есть с какого периода, и относится на подразделение. Статьи расходов, соответственно, завязываются наши. Настройка правила распределения включает в себя определение порядка распределения расходов по месяцам, по календарным дням и в особом порядке, даты, то, что я уже сказала, и количество месяцев, на которые будут распределены расходы. Распределение затрат на расходы осуществляется с помощью документа «Распределение расходов будущих периодов». Называется он «Распределение РБП». Формируется этот документ согласно выбранному для распределяемой статьи расходу правилов. Параметры распределения могут уточняться непосредственно в самом документе. В данном случае распределение по месяцам идет, и все мы можем дополнительно внести то, что мы считаем нужным. Формирование стоимости внеоборотных активов. Распределение на внеоборотные активы обеспечивает отражение расходов, связанных с формированием стоимости внеоборотных активов. Суммы затрат могут возникать в различии различных видов аналитика расходов. Основные средства, объекты строительства, нематериальные активы, выполнение неокров. Открываем формирование стоимости, группу статей внеоборотных активов, тип расходов, формирование стоимости внеоборотных активов. В рекламентированном учете относятся на внеоборотные активы. Это четвертый из нашего перечня вид расходов в данном случае. И тип аналитики – это либо основные средства, либо объекты строения, либо НМА и неокр. Формирование активов и пассивов. Для отражения в учете бухгалтерского баланса прочих операций поддерживается возможность формировать активы и пассивы. Сформировать активы и пассивы можно при отражении следующих операций. Перечисление налога, прочий расход, прочие поступления. Давайте попробуем создать прочий расход. И на закладке «Расшифровка платежа» у нас есть статья «Движение денежных средств», подразделение расходов и статья «Расходов и активов». Вот у нас статьи «Активов и пассивов». И в данном случае мы выбираем в ту статью, которая нам нужна, чтобы нам такого выбрать. чтобы показать. В данном случае формируются они вот таким вот образом, без аналитики. Здесь у нас все возможно. Уменьшение, увеличение. и параллельно можно выводить эти же обороты в управленческом балансе. Мы рассмотрели с вами затраты формирования. Теперь следующий шаг – расчет себестоимости. Расчет себестоимости выполняется по данным оперативного учета. И на выбор возможны два вида расчета. Это предварительный расчет себестоимости. Он предназначен для использования торговыми организациями в целях определения оценочной стоимости закупаемых материальных ценностей в течение отчетного периода. И выполняется способом средневзвешенной оценки. Рассчитанные значения используются для определения валовой прибыли организации. А также фактический расчет. Он выполняется по итогам месяца отчетного с закрытием. И только так вы сможете увидеть полную свою себестоимость. Расчет себестоимости выполняется в соответствии с определенными в учетной политике методом определения стоимости списания материальных ценностей. Учетная политика. Запасы. Метод оценки стоимости товаров. Вы выбираете либо это среднее за месяц, либо это FIFO. То есть это средневзвешенная и FIFO. Для фактического расчета себестоимости предусмотрено универсальное рабочее место закрытия месяца. Другого нет. Которое позволяет пошагово закрыть все операции. Посмотреть расшифровку себестоимости в рамках указанного периода можно в отчете в себестоимость товаров в предприятии, где показывается начальный остаток, если были какие-то движения в течение периода, и конечный остаток количество и себестоимость по номенклатурному. В 1С комплексная автоматизация поддерживается возможность фиксировать прочие расходы организации, дополнительные расходы по товарам, расходы будущих периодов, относящиеся непосредственно на финансовый результат. Суммы затрат, образовавшиеся в процессе деятельности, возникают в результате отражения операций поступления товаров и услуг, поступления прочих активов и услуг, закупки товарных и материальных ценностей, списания безналичных денежных средств. Также предусмотрена возможность зафиксировать прочие доходы и расходы, не связанные с реализацией. Для ведения предусмотрены следующие операции регистрация расходов и доходов. Финансовые результаты и контролинг, отражение прочих доходов и расходов. Мы можем зарегистрировать расходы, доходы, реклассифицировать их, сторнировать. Регистрация расходов и доходов позволяет отразить возникновение произвольных расходов-доходов по выбранной статье. Давайте попробуем зафиксировать. Выбираем организацию, операция, регистрация и расходы. И здесь у нас будет статья расходов, то есть она произвольная. реклассификация Дальше настраивается корреспонденция счетов и проставляется сумма управленческого и бухгалтерского с налоговым учетом. Также возможна здесь реклассификация расходов и доходов. Она позволяет отразить перенос ранее сформированных расходов по статье на другую статью расходов либо доходов. Списание расходов позволяет оформить списание расходов ранее сформированных на конкретном подразделении по указанной в документе статьи расходов. старнирование доходов и расходов понятно это то что было ранее и оно подлежит просто старнированию. При отражении любого вида операции сумма управленческого бухгалтерского налогового учета не обязательно к заполнению что позволяет движение только по одному из направлений учета. то есть вы можете это сделать только по управленческому минуя бухгалтерский налоговый учет либо так как вам нужно. Один из комплексной автоматизации позволяет формировать финансовые результаты от продаж товаров и работ обособленно по заказам сделкам подразделениям менеджерам поставщикам группам финансового учета и по каждому объекту обособлении можно сформировать полный финансовый результат. Финансовый результат по объектам обособления предоставляется в различных вариантах отчетов валовая прибыль, доходы и расходы. Пожалуйста, валовая прибыль по полной отгрузки, валовая прибыль предприятия, доходы и расходы, то есть все, что нужно в данном случае мы можем сформировать. Вряд ли она нам даст, но здесь может быть по подразделениям, по менеджерам, по группам, то есть как удобно вам сформировать, так вы сделаете. Управленческий баланс. Помимо регламентированного учета у нас же есть управленческий, и соответственно управленческий баланс представлен, выделен, так сказать, отдельно. Для оценки его предусмотрел отчет, управленческий баланс. Он позволяет управлять активами и обязательствами, контролировать направление использования финансовых ресурсов, включает данные финансового учета товаров, взаиморасчеты с контрагентами, остатки наличных и безналичных. Данные управленческого баланса могут быть сформированы как по предприятию в целом, так и по каждой отдельной организации. В данном случае у меня идет по периметру по предприятию в целом. Каждый раздел баланса можно расшифровать до документа, отражающего отдельные хозяйственные операции. Отдельно отображается информация о нарушениях баланса, что позволяет выявить ошибки. У нас выходит сообщение, что данные отчета могут быть неактуальны. Для проведения комплексного анализа в разрезе статей предусмотрен отчет дохода и расходы. Вот так выглядит отчет дохода и расходы. В данном случае он помесячно. основная деятельность выручка и себестоимость, прочие доходы и прочие расходы. Итого. На этом я заканчиваю свой обзор управления затратами расчет себестоимости и хочу подвести итог. При правильном формировании распределения затрат, при правильном закрытии всех постатейно вся себестоимость у вас будет сформирована в полном объеме и в отчетах вы сможете увидеть реальную картину на вашем предприятии. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok